Дорогие друзья, зрители, подписчики и гости нашего канала, наш скромный дуэт паранормальных блогеров рады вас приветствовать и с удовольствием представляем вашему вниманию вторую часть нашего похода по заброшенным местам. И в этой части вы увидите детский оздоровительный лагерь под некогда ярким и взрывным названием «Салют», который также располагался на берегу реки Волга. На этот лагерь мы наткнулись совершенно случайно, когда посещали пряничную фабрику. Ролик о ней мы советуем вам посмотреть в первой части. Так вот, нам стало очень интересно, что это был за лагерь, есть ли какая-то у этого лагеря интересная история. Но, увы, никакой информации мы о нем найти так и не смогли, за исключением того, что он был построен где-то в 80-х годах и просуществовал ориентировочно до 2000-х годов. Больше ничего не удалось найти об этом месте. Но, немного позже, когда этот видеоролик уже монтировался, у нас состоялся некий разговор с одним знакомым человеком. И он нам сказал одну очень любопытную информацию, что якобы у этого лагеря есть какая-то загадочная история. Он толком не знает, но зато посоветовал нам, если интересно, то можно съездить к одному его знакомому, тамошному сторожилу, и он нам ее поведает. Честно, нам стало очень интересно и любопытно. Поэтому мы хотим спросить у вас, а вы хотели бы, чтобы мы разузнали эту историю? Если да, то ставьте лайки. Возможно, вы бы хотели, чтобы мы пришли туда поснимать ночью и провели какие-нибудь эксперименты? Тогда пишите в комментариях, подписывайтесь, чтобы мы понимали, что мы не зря стараемся. Так что ждем от вас ответной реакции. Ну, а сейчас знакомьтесь, тот самый лагерь-салют. Приятного вам просмотра, друзья! Друзья, ну вот, мы поднялись все-таки в гору и нашли этот лагерь. Ну, вернее, то, что от него осталось, вот, можете видеть за моей спиной. Ну, естественно, так как мы уже ранее сказали, что это постройки 70-х лет. Ну, мало, что здесь осталось, но все же сейчас попробуем пробраться, зайти, посмотреть, что там есть или чего там нет. Вот такой барак. Достаточно внушительных размеров. Еще вот барак. Думаешь, собачья будка? Да, собачья будка. Ну, когда он еще, наверное, более-менее был в пригодном состоянии. Итак, друзья, мы сейчас быстренько перекусим, передохнем. А вы продолжайте смотреть. Никуда не уходим. Ну, что, друзья мои, попробуем зайти, посмотрим, что там осталось. Слушайте, а здесь уютненько. Прям, я бы сказала, даже вообще. И вранжа такая крепкая, пол крепкий, я имею в виду. Даже мой вес удерживает. О-о-о. Да, думаю, дверь открывать не стоит, потому как... Та-дам! Ну, такое себе помещение большое. По всей видимости, здесь и отдыхали детишки. Смотрите. Это когда-то был, наверное, диван. Ну, там их... А, там еще всталые тумбочки. То есть, вот... Мебель еще осталась. О! Стул. Да. Вот такая вот. Вот такое вот занято. Это что? Ну, давайте посмотрим, что это. О! Помощь радиолюбителя. 86-й выпуск. Вот так вот. 1984 год. Такой вот он. Радиолюбитель. Ну, в общем-то, вот. О! Это я. Туда не идет. Заходи. Там у меня кропов-бордика. Да? Ну, что и как. Заходи, не стесняйся. Вау. Будь как дома. Что это за сердечко? Смотрите. Жалко, что ничего уже не вернешь. Мне кажется, это, знаете, как было? Вот две двери, да? Вот. Смотрите, сейчас. Пойду. Вот, две двери. Одна дверь мальчики там жили, другая... Другую девочки заходили. Вот прям скреблись вот так вот. Это, наверное, мальчики к девочкам скреблись вот так. И, собственно, была вот перегородка. Барак-то один, а перегородка... Как бы... Смотри, здесь сотня. Да, я видела. Похоже, он может тоже цель занимался. Да, надо вот сотня. Ну, просто действую нам долго. Действую собак. Прям полотки. Может, в Курске. В Курске, да? Вся дверь, смотрите. Тут, может быть, собака жила, я не знаю. Но вся дверь поход с нами. Старапанная, видите, как будто. Да, вполне. Или девочки мальчиков не выпускали. Здесь, по всей видимости, подвал. Старапанная, видите, какая лестница здесь. Ой, а вот ладно, 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 как маленькая. Не маленькая. Ну, раз меня она выдержала. Ой, да здесь ни о чем. Здесь, во-первых... Ой, сырсть такая вообще. Да это, знаете, это погреб, не подвал, да. Крыша вся течет, смотрите, она вообще жуткая. Ну, смысла нет даже заходить. Ладно, выходим. Нифига это не подвал. Расходимся. Это был обман. Ну, вот. Собственно, мы подошли еще к одному зданию. Вот к такому. Заходим. Welcome. Пала была разобрана. Что здесь? Так, и здесь, естественно, все развалено. Печь, наверное, какая-нибудь была. Ух ты. Там даже остался матрас. Возможно, кто-нибудь сюда приходит. Ну, также молодежь, наверное, приходит развлекаться. Вон, разложенный диван, пожалуйста. Крыша провалилась. Да. Ну, в общем, как-то так. Так себе. О, апартаменты, посмотрите. Кровать. Диван, кровать. Посмотрите, обои. Имитирующие трещины в стене. Обои, имитирующие дерево. Я бы сказала, здесь уютнее. Уютнее? Там просто, конечно, наладилось. Да? Слушай, мне вот тут нечего, но салютки не хватает. Ну, да. Ой, там еще какой-то, типа, столик, что ли, остался. Это остатки от печи. Ага. Отапливалась печь. Ну, ладно, Таня там сняла, я не пойду. О, крыша. Тут крыша провалилась. Тут печь была, а там, не знаю, ну, да, может быть, там хранили здраво. Ну, посмотри, какой основательный сруб. Я уже сказала об этом. Да, 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 вообще, посмотри. И утеплитель, вот. Мы уже делали раньше, да? Да. Ну, судя по всему, до какого-то определенного времени его прям хорошо содержали, потому что, судя по материалам, видишь, какие? Это новые. Шурупы, или как они там? Шурупы? Да, в 70-е явно пьяные. Нет. Может, это вообще новый корпус, судя по состоянию. Все-таки больше интерес представляет вот это вот здание, но оно, скорее всего, очень в аварийном состоянии. Боюсь. Заходите. Можно, конечно, заглянуть в окошки, но все ради вас, как всегда. Зайдем по-любому. Друзья, это что? Это череп, блин. Это был чей-то череп. Кошка, заяц, не знаю. Так, ну а мы подошли. Да. Здесь одни стекла. Все побили, видите? Абсолютно. Что там у нас? Ну, погнали. Это кто? Это Таня. Тройнер-лажат. Почему шляемся? Почему? Почему, почему? По стеклу. Где ту СМС? Да, по стеклу. Ну, это лестница наверх. Мы соприкасаемся с историей. Вот это уж точно 70-е годы. Да, тут ни один слой краски. Ох, посмотрите. Все чистенько. Вот как-то так. Чистенько. Да. Очень. Ну, я уже сказала, что странно сделали вход главный. Почему с этой стороны где-то она? Не знаю, давайте посмотрим на обрак. Реально вот ощущение 70-х, 80-х. Ну, вот я училась в начальной школе с 1-го по 3-й класс, да? У нас на простите школы были. Абсолютно очень похожи. Очень, прям. Очень. Ну, вот это такая вот старая. И двери такие же. Какие же, какие-то, 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 что-то. Не знаю. Сталкер? Нет. Ну, внизу это, похоже, пионерский галстук. Пионер-сталкер. Начинающий. Не, вот краска, реально, да? Властя, вот здесь. Там такие доски, они вообще целые, прочные. Надо же. Здесь крыша и не протекает. Там уже, вот, сейчас. Да. Смотрите, крышка только-то. Ну что, попробую подняться наверх. Да, можно, смотри. Да нет, если уж меня выдержать, тебя точно выдержит. Что-то ищите такое. Глядите сейчас. Не, туда вообще не надо подниматься. Вот смотрите. Видите? Поехали туда. А крыша вот такая. Она уже никакая, в общем. Там делать нечего. Ты летаешь, Анастасия. Видите, как двери открываются здесь. Оригинально. Очень оригинально. Друзья, посмотрите. Лавочка просто, ну, офигенно сохранилась. О, а здесь переход. Смотрите, а это, наверное, был какой-то столик, может, для... Не знаю, для чего. Что говорите? Вентиляция. А смотрится, как красиво. Неудивительно, что полу так скрыли. Ааа, посмотрите. Да, конечно, сохранились. Ну, шикарно сделала. Вообще. Вот раньше делали, да? Вот посмотрите. Ну, их разделят в строй, да? Да. Даже такого нет. Такие держища берут. За что? За какую-то труху, которая через 5 лет уже все... Жалко, что ничего нет. Да. Но на самом деле есть реальное ощущение, как будто мы на машине времени переместились. В СССР. Но только в такое, немножко заброшенное СССР. Да. Но тем не менее, вот присутствие этого духа, да, оно... Оно, ну, есть, ощущается. Тебе как? Да. Да, такое себе. Бардак. О, балкон. Сейчас выйдем на балкон. Конечно, такой себе балкон. Да, оригинальный. Ну, такой, блекстремал. Порох, и сразу такой. Так, 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 да? Вместо идет так. И вместо. Так, 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 так. Да. Продолжение следует... 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 Нам очень важно ваше мнение Пишите все, что вам интересно И что вы хотите увидеть Мы постараемся Все возможное Сделать Реализовать И уплатить Поэтому ждем Ваших комментариев Если вам понравилось Обязательно ставьте лайки Всем пока, друзья Мы вас всех любим Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok